В конце ледникового периода после Берлин-Холлерёцкого потепления около 14 000 лет назад, как и было упомянуто в предыдущем ролике про кроманьонцев, в Европе начались движения людей, связанные не только с притоком новых мигрантов с Ближнего Востока, но и с постепенным расширением уже смешанных популяций охотников и собирателей на север и северо-восток, огибая Балтийское море, которое в определенный период времени было озером. При этом заселение восточного и северного поясов Европы происходило двумя обширными волнами в конце Палеолита и начале Мезолита по 9-е тысячелетие до н.э. В обоих случаях в заселении принимали участие группы людей с аналогичными материальными культурами, наследниками широко распространенных периферийных Мадленских и Восточно-Гравецких вариантов. Кремень, происходящий из нескольких мест Восточной Балтики и Европейской части России совместно со сходством артефактов, а также технологией обработки костей и камня предполагают существование обширных социальных сетей в лесной полосе Восточной и Северной Европы после того, как она была заселена. Однако через несколько столетий эти связи прекратились, о чем свидетельствует производство каменных орудий в основном из местного сырья. В период финального Палеолита на территории Центральной и Восточной Европы почти одновременно с культурами Федермессер и Оренцбургской существовала свидерская культура кочевых охотников на Северного Оленя в условиях тундры и холодных степей с сезонными жилищами. Примерно в этот период на месте Балтийского существовало и Ольдиевое море, а позже Анциловое озеро. Климат и миграция оленей обуславливали широкий диапазон передвижений представителей свидерской культуры от моря до Карпат и даже до Крыма, возможно, в поисках новой ниши, когда с началом Голоцена климат изменился и культура пришла в упадок, а ее потомки расселились по обширным территориям. Но уже в Мезолите выделяется ряд отчетливых археологических культур, таких как Бутовская, Кунская, связанные со свидерской, а также Веретье, Сомус-Ярве и другие. И если на ранних стадиях освоения Восточноевропейской равнины материальная культура была довольно схожа, чтобы рассматривать регион как единую культурную область, то к середине IX тысячелетия до н.э. уже существовали местные группы с четко выраженными культурными различиями. Но несмотря на ряд небольших изменений, произошедших в период Мезолита и частично раннего неэлита, культурная преемственность как общая тенденция для этих групп наблюдается вплоть до начала V, а в некоторых районах и до начала IV тысячелетия до н.э., когда на обширных территориях Европы сформировалась культура ямочно-гребенчатой керамики. А на территории Волго-Окского междуречья России описан её локальный вариант – льяловская культура. Вполне вероятно, что выходцы из этого культурного круга дали стартовый толчок ряду событий в археологических культурах, характерных для IV и III тысячелетия до н.э., в частности волосовской культуре охотников и рыболовов, на территориях современной Центральной России и Поволжья. Однако в относительно спокойную среду охотников и рыболовов вторглись представители фатьяновской культуры и не без боёв. Также поучаствовали племена абашевской культуры. Кстати, немаловажно отметить, что периодизация аналитических культур опирается прежде всего на керамику и традиции её декорирования, а не на земледелие или скотоводство. Это может вызвать путаницу, потому как в Центральной Европе керамика и земледелие появляются почти одновременно. Но на Балтике и территории современной Украины керамика возникает раньше, а практики земледелия и скотоводства сдвигаются к позднему неолиту и неолиту и бронзовому веку. Охотники и собиратели мезолитической Европы по генетическому составу разделяются на западных и восточных. Западноевропейские охотники-собиратели были распространены от Иберии до Балкан и к позднему мезолиту достигли восточной части Балтики, в то время как восточноевропейские охотники и собиратели были распространены от Балтийского моря до Урала, а на юге до Понтийско-Каспийской степи. Их генофонд состоял по большей части из предковых линий древних северных евразийцев как представителей стоянки Мальта. В эпоху неолита и раннего и неолита, после некоторого смешения восточных охотников-собирателей с кавказскими, получился генетический компонент западных степных скотоводов раннего и среднего бронзового века, который был обнаружен у представителей ямной культуры. Этот генетический профиль часто упоминается как степная или ямная родословная. Исследования ДНК показали, что люди, связанные с древнеямной культурно-исторической общностью, распространились за пределы степного региона Восточноевропейской равнины и внесли значительный вклад в происхождение европейских популяций, в том числе и в происхождение представителей культуры шнуровой керамики до 75%, примерно с 2900 по 2800 г. до н.э. Этот процесс связывают с распространением индоевропейских языков и значительным изменением культурного и генетического ландшафта Европы. Миграция популяции ямной по оценкам проходила в два раза быстрее, чем миграция анатолийских земледельцев в Европу за несколько тысячелетий до этого и совпала с сокращением широколиственных лесов и увеличением пастбищных угодий в Западной Европе. Стоит отметить, что обратная миграция в степь людей с уже смешанными линиями западных степных скотоводов и ранних европейских земледельцев, как у представителей шнуровой керамики, привела к образованию степного компонента среднего и позднего бронзового века, а этот компонент был впоследствии обнаружен у людей на трех участках Бактрийско-Маргианского археологического комплекса возрастом от 2100 до 1700 года до н.э. А позже эта родословная из Центральной Азии попала и в Южную, возможно совместно с распространением индоиранских языков. Этот степной компонент среднего и позднего бронзового века также был связан со многими культурами, такими как Потаповская, Синташтинская, Срубная, Андроновская и другими. При этом сами исследователи в очередной раз напоминают, что между культурой и генетикой нельзя ставить знак «равно». Однако вернемся к культуре шнуровой керамики, представителей которой в генетическом плане напоминают современные популяции Восточной и Северной Европы. Хотя способность переваривать лактозу во взрослом возрасте, которая с высокой частотой встречается у современных жителей Центральной и Северной Европы, у представителей шнуровой керамики встречалась реже, хотя и быстро увеличивалась со временем. Культурный комплекс шнуровой керамики был распространен на обширной территории, от Татарстана на востоке, до Бельгии и Нидерландов на западе, а также от южных районов Финляндии, Швеции и Норвегии на севере, до Швейцарии и Украины на юге. Ее восточный вариант, фатьяновская культура, была образована благодаря обратному движению людей на северо-восток, сторожением на территории, где уже обитали охотники и рыболовы вуласовской культуры. Понятное дело, были конфликты, а в захоронениях Московской области у фатьяновских воинов между костей были обнаружены волосовские кремниевые наконечники стрел, но также были и могилы с черепами, проломленными тупыми предметами, возможно, каменными топорами. Наиболее сильные археологические связи фатьяновской культуры прослеживаются со Среднеднепровской, распространенной на территории современной Беларуси и Украины. Для фатьяновской культуры были характерны погребальные обычаи, включающие плоские земляные могилы, реже курганы, где захороненных располагали, лежа на боку в согнутом положении, причем мужчин на правом боку и головой в западном направлении, а женщин на левом боку и головой в восточном направлении. Фатьяновцы также практиковали захоронение животных, преимущественно собак и медведей. Вместе с захороненными размещали керамику и прочий погребальный инвентарь, включая каменные, боевые и рабочие топоры в мужских могилах. А в целом фатьяновцы стали важным связующим звеном между Западом и Востоком, то есть скотоводами и последними охотниками-собирателями. Они внедрили в лесном поясе животноводство и, возможно, подсечно-огневое земледелие. А с последующими Абашевской, Синташтинской и Андроновской культурами фатьяновская стала ключевым компонентом в развитии более широкого культурного ландшафта Евразии Бронзового века. В новой работе помимо 28 новых радиоуглеродных дат были получены генетические данные от представителей культур шнуровой керамики и фатьяновской, а также от охотников-собирателей, которые объединились с ранее опубликованными геномами. Цель исследования заключалась в том, чтобы выяснить, было ли влияние на данный регион миграцией, которые наблюдались в других частях Европы в течение Голоцена, а также откуда были люди, населявшие северо-западную часть России в тот период, и были ли популяции фатьяновской культуры результатом прямой миграции из восточноевропейской степи, или же предки ранних европейских земледельцев поучаствовали в этом процессе, по аналогии с более западными группами культуры шнуровой керамики. Помимо этого, интересным было и то, имело ли место смешение между охотниками и рыболовами волосовской культуры и вторшимися фатьяновцами, как это предполагают археологические данные. Охотники и собиратели Запада России Три новых образца охотников и собирателей возрастом от первой половины 11 по конец V тыс. до н. э. продемонстрировали гаплогруппы, которые уже встречались в Европе до распространения земледелия. Были определены гаплогруппы метахондриальной ДНК U4A1, T2A1 и K1, а также гаплогруппы Y-хромосомы R1A5 и Q1. На графике анализа главных компонент охотники и собиратели Запада России расположились на клине по другую сторону от западноевропейских, продемонстрировав в дополнительных анализах пропорции предков, характерные для восточноевропейских охотников и собирателей. Сравнивая охотников и собирателей Запада России с более поздними фатьяновцами, обнаружилось, что более древние жители региона значительно от них отличаются и больше всего похожи на людей из европейской части России или Сибири, живших в пределах 10 000 лет друг от друга, как неолитические популяции Западной Сибири и образец древних северных евразийцев Афонтова гора Три. Чуть более отдалены от охотников и собирателей Запада России представители Центральной Европы из того же временного диапазона. А вот географически близкие, но более древние представители стоянок Сунгирь и Костенки показали меньше общего с мезолитическими охотниками-собирателями России, чем центральноевропейские. Стоит отметить, что в Арктической Сибири около 8 000 лет назад население было ближе к европейцам, чем сейчас, хотя и с некоторыми проявлениями восточноевразийских компонентов в Восточной Европе. Источник родословной ранних анатолийских земледельцев у фатьяновцев Среди однополых маркеров у фатьяновцев были определены линии метахондриальной ДНК U5, U4, U2E, H, T, W, J, K, I, N1A. А по мужской линии определена гаплогруппа Y-хромосомы R1A-M417. Эти гаплогруппы также были обнаружены у представителей культуры шнуровой керамики и в других частях Европы. Но что интересно, при более глубоком анализе оказалось, что у более трети образцов линия Y-хромосомы R1A2-Z93, встречающаяся в настоящее время в Центральной и Южной Азии. В отличие от R1A1-Z283, распространенная в Европе, которая была определена только у одного нового образца из Никульцина Ярославской области. При этом остальные линии R1A-фатьяновцев, которые были определены с меньшей глубиной, также не отклоняются от R1A2-Z93. Это может расстроить некоторые прежние теории. На графике анализа главных компонент фатьяновцы и представители культуры шнуровой керамики Эстонии группируются со многими европейцами позднего неолита бронзового века и со степными популяциями среднего позднего бронзового века, а также с современными жителями Северной и Восточной Европы. Кстати, как уже упоминалось выше, люди со схожей родословной внесли свой вклад в популяции Центральной и Южной Азии. Этот древний кластер смещен в сторону анатолийских и ранних европейских земледельцев по сравнению со степными популяциями раннего среднего бронзового века, включая и ямную культуру. То же самое можно увидеть в анализе примесей, где фатьяновцы наиболее похожи на популяции предков степи позднего неолита бронзового века, а также на древних жителей Скандинавии и Восточной Балтики. Эти популяции, как и фатьяновцы, демонстрируют компонент, наиболее часто встречающийся в анатолийских и европейских популяциях ранних земледельцев, которого нет у образцов в Ямной Калмытии и Самары. Учитывая, что генетический состав людей из фатьяновской культуры был результатом смешения эмигрирующих пастухов ямной культуры и европейских популяций того времени, поочередное сравнение ямников с различными популяциями ранних европейских земледельцев указало на трипольскую культуру и культуру шаровидных амфор, как на основной источник европейцев в фатьяновцах. Соотношение примесей составляет 65,5% ямной Самары плюс 34,5% шаровидных амфор или трипольцев с дополнительными вариантами. Аналогичные пропорции у представителей культуры шнуровой керамики Балтики и Центральной Европы. Оценочное время смешения между популяциями с профилем как у ямной культуры и ранними европейскими земледельцами, как представителей трипольской культуры и шаровидных амфор для формирования популяции фатьяновской культуры получилось от 3100-го до 2200-го годов до н.э. Также сравнение фатьяновцев с другими представителями культуры шнуровой керамики не выявило значительных генетических различий между ними, кроме различных пропорций примесей, особенно земледельцев. Помимо этого, моделирование не подтверждает предположение о том, что популяции фатьяновской культуры смешивались с охотниками и рыболовами местной волосовской культуры или этот вклад был незначительным. Фенотипические черты Охотники и собиратели Запада России несли аллели, связанные с карими глазами, темно-коричневыми или черными волосами и со средней или темной пигментацией кожи. Помимо этого, у них не было аллелей, связанных со способностью переваривать лактозу во взрослом возрасте. А вот у 21% фатьяновцев, скорее всего, были уже голубые глаза и у 4% светлые волосы, но кожа еще была промежуточная, чуть светлее, чем у охотников и собирателей. Что касается пресистенции лактозы у фатьяновцев, то частота связанных с ней аллелей составляла 17 ±13%, но со значительным ростом до 40% к эпохе средней бронзы в Восточной Балтике. Представители фатьяновской культуры очень сильно повлияли на образ жизни охотников и собирателей в лесной полосе Восточной Европы. Они привнесли в регион производящее хозяйство, в том числе и земледелие, как упоминают авторы. При этом сами фатьяновцы были мигрантами, о чем свидетельствуют четкие генетические различия между ними и относительно местными охотниками-собирателями. До недавнего времени считалось, что фатьяновская культура развилась позже других групп культуры шнуровой керамики и в течение более длительного периода времени. Однако новые радиоуглеродные даты, совместно с оценками смешения профилей ямной культуры и ранних европейских земледельцев у фатьяновцев, указывают на быстрый процесс и то же самое время происхождения, как и для представителей культуры шнуровой керамики. Археологические находки указывают на то, что земледельцы культуры линейно-ленточной керамики достигли Западной Украины около 5300 г. до н.э., а ямная культура с их курганами попала в юго-восточную Европу около 3000 г. до н.э. и распространилась дальше до Румынии, Болгарии, Сербии и Венгрии. А согласно генетическим данным, самые восточные представители ранних европейских земледельцев распространились до территории современной Украины и до этой же территории прослеживаются профили представителей ямной культуры. При этом только две популяции, а именно из культуры шаровидных амфор Украины и Польши, а также трипольской культуры Украины, оказались потенциальными источниками для смешения со степными скотоводами с генетическими профилями как у Ямной Самары и Калмыкии, для образования генетической структуры популяции фатьяновцев и культуры шнуровой керамики. Эти данные позволяют предположить, что территория современной Украины была возможным источником миграции, приведшей к формированию фатьяновской культуры и культуры шнуровой керамики. А я благодарю всех, кто досмотрел до конца, хорошего вам настроения, даже если результаты исследования не совпали с ожиданием. В любом случае до новых выпусков.